Здравствуйте все! Сегодня я расскажу вам легенду о пуговке. За давностью лет точных сведений не сохранилось, но история очень интересная. Жил-был в 17 веке солдат Авраам Кейс. Он был разносторонним человеком и аккуратным, и сметливым. Аккуратность требовала опрятного внешнего вида от военного, который в бою мог потерять ту же пуговку, а потом найти камушек, обернуть в кусочек ткани и пришить к мундиру. А еще, говорят, Кейс увидел однажды работу кружевниц и был покорен ею. Как бы там ни было, именно этот человек в 1622 году основал надомное коттеджное производство пуговиц. Дом его был в городе Шафцбери, что в графстве Дорсет. С той поры пуговки, названные дорсетскими, кормили жителей городка, а потом и графства, целых 200 лет. Основой для пуговиц изначально были колечки, напиленные из рогов дорсетских овец. И диаметр пуговиц был от одного сантиметра до трех миллиметров. Это ювелирная работа, если учесть, что все пуговки не только обшивались тканью, но и украшались вышивкой. Через сто лет, в 1730-е, внук основателя ввел в производство металлические колечки в качестве основы. И только в 1851-м была изобретена машина, которая умела делать пуговицы быстро, одинаковые и гораздо дешевле. Но мы-то с вами знаем, насколько теплее и душевнее ручная работа. Сейчас в Англии производятся попытки возродить это ремесло, и в сети очень много схем, как делать дорсетские пуговицы. И сегодня я научу вас делать, на мой взгляд, самый красивый вариант. Может быть, это уже даже и не пуговка, но решать вам. Итак, овец мы сегодня с вами трогать не будем. Я буду использовать колечко от штор. Видите, оно такое уже пожилое, уже отслужило свой век. Казалось бы, но сегодня мы дадим этому кольцу вторую жизнь. Для того, чтобы колечко было пригодно к работе, оно может быть так называемым кольцом для обвязки, пластиковым. Но у тех колечек самый большой диаметр 2,8 сантиметра. Мне захотелось побольше сделать пуговку. Так вот, для того, чтобы дать вторую жизнь вот этому деревянному колечку, нужно, чтобы оно скользило. Поэтому я предлагаю вам использовать военную хитрость в виде лака. Можно, естественно, лак для ногтей, эмаль и вот такой совершенно замечательный реверсный пинцет. Смотрите, я закрепила пуговку и дальше уже могу положить ее. И она будет отставать от стола, очень удобно будет покрывать лаком и дать ей высохнуть. Ну вот моя пуговка уже готова, она уже блестит. С чего начать? Начать нужно с того, что подобрать подходящие нитки. Единственное требование для этих ниток, они должны быть красивые. Вот посмотрите, это могут быть вот такие нитки с переходом цвета. Это хлопчатобумажная нить. Нитки могут быть блестящие, нейлоновые, полиэстер. Чуть-чуть по-другому будет выглядеть готовая пуговка. Я сегодня возьму ирис двух оттенков, вот такой синий и голубой. Для того, чтобы работа шла быстрее, живее и для того, чтобы у нас все получилось с первого раза, во-первых, я возьму сразу две нити, у меня будет красивый переход цвета, а во-вторых, мне нужно, чтобы длина нити была достаточной, чтобы я в процессе работы не задумывалась о том, как мне присоединить второй отрезок нити. Поэтому сейчас я буду отмерять своим любимым способом по локтю, и я возьму шесть локтей нити. Не менее важна в этом деле и игла, поскольку у меня кольцо достаточного диаметра, длинная толстая нитка, я буду использовать гобеленовую и очень большую иголку. Вот посмотрите, видите, какой тупой у нее конец. Такие иглы называют иглами для работы с шерстью, для сшивания шерстяного полотна. Вот как раз сейчас нам это и пригодится. И все четыре конца нитей я одновременно вдену в иглу. Мой любимый способ, петельный способ закрепления, самый простой. Мне остается ввести иголку в калеточку, провести сквозь петлю и подтянуть эту петлю. Так проще всего закрепить нитку. И теперь я буду использовать краеобмёточные стежки. Да, конечно, меня тоже бабушка учила, что длинная нитка ленивая швея, но в данном случае нам это необходимо. Поэтому я провожу иголочку в само кольцо, потом подхватываю нитку и затягиваю петельку на кольце. И вот таким образом, вот так вот петельками, я сейчас обойду все колечко, пока у меня не сойдутся, мне кажется, оплетенным все оно. Вот смотрите, работа практически завершена. То есть у меня закрыто почти все колечко, осталось чуть-чуть, видно, чуть-чуть древесины. Но это не страшно. Совсем плотно мне не удастся обвить, потому что внутренний диаметр кольца, естественно, меньше внешнего. И как теперь быть? Я провожу иголочку под предыдущими петельками, из-за того, что нитка толстая, под одной только петелькой лучше провести, и закреплю эту нитку. Просто завяжу узелок. И теперь, чтобы хвост нитки надежно-надежно крепился, я использую вот эту вот волшебную возможность гобеленовой иглы, то, что она тупая, она не будет у меня проходить сквозь нити, а будет раздвигать витки. Я подальше вот так вот этот хвостик проведу. Иногда такие тугие витки, что нам очень сложно выполнить эту операцию. Для этого я рекомендую вам использовать круглогубцы, для того, чтобы сохранить ручки. При помощи инструмента нам будет гораздо проще провести иголку. Ну вот у меня без инструмента получилось все. Я просто обрезаю нить. Первый этап выполнен. Второй этап, и это очень важно, чтобы пуговка была аккуратной, нам нужно вот эти вот стежочки, петельки, увести внутрь, с тем, чтобы с внешней стороны пуговка оказалась гладкой. Тоже выравниваем все, чтобы было красиво. И теперь мы готовы к декорированию, к самому волшебному и самому моему любимому этапу. Я предлагаю вырастить на этой пуговке дерево. Для этого я тоже буду использовать ирис двух оттенков. Конечно, в данном случае мне ниточка понадобится покороче, но тоже достаточной длины. Я возьму три локтя. Начнем мы точно так же, как начинали до этого. Вот у меня есть петелька, вот у меня есть иголочка. Я петельку провожу в колечко и фиксирую нитку на оплетенном кольце. Лучше, если вот эта закрепка будет сделана так, что нитка будет направлена вверх. И теперь смотрите, что получается. Внизу у меня будет одна точка, а наверху у меня получится веер. Эти витки будут расходиться. И вот эту вот открытую петельку я во время этой операции закрою. С одной стороны уложу виток, с другой стороны. Вот так у меня получилось на этом этапе. Пока дерево напоминает мало, поэтому сейчас мы сделаем ствол. Я провожу между этими коричневыми витками и самим кольцом иголку. И выполняю опять те же самые краеобмёточные стежки. И туго затягиваю петельку. Расходящиеся стежки веера у меня сходятся друг с другом и формируется ствол дерева. Когда ваше дерево начнет делиться на ствол и крону, решать только вам. Ну вот мне кажется, что я вот такой вот ствол уже сделала. Мне достаточно этого. Теперь нужно сформировать ветви тем же самым принципом. Только по одиночке. Каждую веточку я обвиваю и тоже также петельками затягиваю. Для того, чтобы укрепить эти стежки и для того, чтобы не сдвигались они и были прочнее. Я завершила одну веточку. Мне нужно перейти к следующей. Я предлагаю делать это под витками первого яруса. То есть подойти, вот так вот проколоть их. И теперь у нас уже будет другое направление. Вот здесь мне понадобится инструмент. Здесь уже у нас будет другое направление петелек. Здесь мы начнем плести от расходящегося веера вниз к стволу. К следующей веточке перейти совсем просто. Здесь у нас точка схода их очень близко. Мы таким же образом перейдем к следующей ветке и будем работать до тех пор, пока у нас не окажутся обвитыми все веточки всего дерева. После того, как мы закончим эту работу, мы спрячем коричневую нитку под голубыми витками. И дерево будет готово. И останется нам самый веселый этап и самый радостный, на мой взгляд. Нам нужно будет определить, какого сезона наше дерево. Естественно, я подготовилась. Это такое веселое занятие изготавливать дорсовские пуговки. Вот смотрите, вот у меня дерево летнее. И это не просто дерево. Видите, вот здесь ствол, листья зеленые, бликует солнечные лучики. Здесь есть даже сердечко, которое говорит о том, что это деревце сделано с любовью. Я решила, что как пуговку использовать я не знаю где. Поэтому при помощи мононити я просто пришила булавочку к обратной стороне. И у меня получилась брошь. Как вы видите, броши я люблю больше всего на свете. Даже сегодня это заметно. Это дерево летнее. А вот дерево весеннее. Это мое самое любимое. Здесь все такое зеленое, все такое свежее. Дерево в цвету. Эти цветы магнолия, я так думаю, розовые, очень красивые. Лепестками усеяно подножие дерева. Мне очень нравится, как это получается. Вот дерево осеннее. Смотрите, сколько, наверное, это яблони. Смотрите, сколько яблочек, сколько ярких красных плодов на этом дереве. Но, естественно, дорсенские пуговицы могут выглядеть и немного по-другому. Вот здесь, если присмотреться, можно увидеть солнце и луну. Но для того, чтобы изготавливать вот такие вот пуговки или брошечки, уже нужно использовать схемы. Некоторые из них очень похожи на схемы хардангера. Мы знакомы с этим словом. Некоторые из них могут понять только опытные вязальщицы или вышивальщицы. Мне, честно говоря, не удалось. Может быть, вам повезет больше, и вы тогда со мной поделитесь своим опытом. Ну, а у меня получились вот такие вот брошечки. И даже на Новый год я сделала, вот, посмотрите, новогоднюю елку и даже украсила ее. Как я уже сказала и показала вам, существует огромное разнообразие дорсенских пуговиц. Эти пуговки можно украсить бисером или бусинками. Эти пуговки можно использовать не только для застежки и в качестве брошей или заколок. Они великолепно смотрятся и как колье, и как браслеты, и собранные в панно. То есть теперь у вас есть новое поле для приложения своей фантазии. И поле это называется дорсенская пуговка. На сегодня все. Мне осталось только напомнить вам, что я жду ваших писем с фотографиями ваших работ, на которые вас вдохновила наша ручная работа, наша программа. Любую передачу, которую вы пропустили, вы можете посмотреть в архиве на сайте телеканала. Адреса программ «Ручная работа» ищите в моем блоге, который называется «Дневник радости», или на страничке ВКонтакте. Благодарим сеть магазинов «Леди Шарм» за предоставленную ведущей одежду.